Всем привет дорогие друзья, меня зовут Аристократ, я думаю пришло время с вами поговорить, такое разговорное видео будет, о том что случилось сегодня с музыкой, почему сегодня прорваться в топы так сложно, что случилось со всеми артистами, которые потеряли свою известность и расскажу про свой собственный опыт, который я прошел до сегодняшнего дня в музыке. Надеюсь ролик понравится, возьмите себе чай, кофе, все что хотите, а я начинаю. Расскажу в первую очередь о своей истории, меня зовут Аристократ, до недавних времен я был большим пародистом Моргенштерна, в этом году очень большим, считайте, типа не было мне соперников, настолько я хорошо ввелся во всю эту индустрию Моргенштернов, пародистов Моргенштернов. И что же случилось? Морген начал терять свою популярность сильнее и сильнее, и на это даже стало немножко грустно смотреть. Ну и да, да и вообще, думаю, нужно менять немножко свою историю, не зацикливаться на одном, именно поэтому я решил закончить историю с Алишером раз и навсегда, выпустив последний альбом в его стиле, в котором было 24 песни и прям вообще крутой альбом, вам понравится, ссылочка кстати будет в описании, в комментариях. Я продолжу. Все это было очень охуенно, веселая, насыщенная история, но ей пришел конец, как я уже говорил ранее. Поговорим о том, что случилось вообще с музыкой в 23-м году, можно даже сказать в 22-м году. После мобилизации, после войны, после начала всей этой истории, как вы уже знаете, много артистов начали покидать Россию. В том числе, покинул ее иностранный агент Моргенштерн в нынешних реалиях, сегодня он иностранный агент. Как бы это грустно ни было, все стало идти по пизде. Потому что по факту, если раньше у нас был в музыкальной индустрии лидер, а это был Морген, во время, в 21-м году, в 20-м начинал, в 22-м еще более-менее, то потом нету лидеров музыкальной индустрии и некому задавать, какую музыку люди будут слушать, какую музыку писать, ничего не понятно. Ответы никто не может нам дать, потому что никто и не знает, что будет стрелять и как вызывать сегодня внимание у широкой аудитории. Вы, наверное, понимаете, о чем я. Это все очень грустно, но все же я считаю, мое личное, сугубо личное мнение, что выебать можно и в сегодняшних реалиях. Нужно очень тяжело работать ради этого, но можно. И это пиздец то, что происходит, но это не конец. И лидерство рано или поздно кто-то займет, и все это случилось из-за тяжелейших обстоятельств, которые происходили в последний год, в последнее время. Ну, можно сказать, что мне очень сильно не повезло стать кем-то, хоть в это время, получить свою популярность сейчас. И что делать дальше? Ну, скажу вам так, что выебать, как я уже сказал ранее, всегда можно. Да, я думаю, что это время тоже очень хорошее. Да, есть трудности, но мы справимся нахуй. Хочу поговорить о том, что будет со мной. Обращение к моим подписчикам, не к новым зрителям. Вы за мной следите, ребята, вы за мной следили, как за голосом Моргена. Я это понимаю абсолютно прекрасно, но и вы поймите меня, я не могу оставаться в одной и той же стихии и продолжать делать одно и то же. Расти мне не даст это никак. Я должен идти в свободное плавание. Пришло время плавать в океане, а не в бассейне нахуй. Я так перефразировал сейчас обстоятельства. Вы понимаете, в чем прикол? Вот вся эта южука с элишером, его голосом, это бассейн, в котором есть люди, меня видят, как я плаваю, блядь. И добраться до конца бассейна не так уж и сложно. Это довольно просто. И вдруг меня берут на нахуй в океан, и нужно справляться, и так со всеми. Тогда, ну, сейчас очень сложно будет выбирать всем нишу, потому что сейчас мало что вообще интересно людям. Заметьте, что сегодня музыка мало привлекает людей. Она не так сильно интересна людям, как была раньше. Сегодня, как я уже повторюсь и скажу опять, что сегодня из-за того, что нет лидера в музыкальной индустрии, нету определенной ниши музыки, которая была бы сильнейшей. Вы понимаете, о чем я? И это все же не меняет того факта, то выебать можно. Я, мои товарищи, мы все будем ебать, пока хуй не отвалятся. Да. К счастью, за все это время я успел набрать прекрасную аудиторию, которая будет за мной продолжать слезить. Не важно, буду делать я раки в стиле Моргена Штерна или нет. Ведь только дети. Маленькие дети будут уходить откуда. Хотя нет, уходить можете уходить. Уходят все. Если человеку перестает нравиться определенный формат, определенная музыка, то он смело может уйти, это нормальная история. Люди меняются, наши вкусы меняются. Это абсолютно нормально. Что могу сказать напоследок? Очень хочу в этом году взорвать. И я это сделаю. Поверьте мне, я это сделаю. Это моим подписчикам, если что, да и вам тоже. А если ты, кстати, не подписан на мой канал, то быстро исправь эту ошибку. Потому что люди, которые подписаны на мой канал, значит, вы не понимаете, какие успехи у них появляются в жизни. В-первых, вам сразу же начнут давать тел. У вас сразу же появится ты хуя денег. Поверьте мне, я вам это не просто-то говорю. Вы можете смотреть наглядно примеры в моем телеграм-канале людей, которые смогли улучшить свою жизнь после подписки на мой ютуб-канал. А если ты подпишешься на мой телеграм-канал, то твоя жизнь станет невероятно красочной. Вот. Наверное, я очень красиво и все подробно объяснил. Ребята, ждите новых роликов. Они скоро будут на канале. Это было такое начало, новая глава, новое качество, новый звук, блядь, новый аристократ. Так что, будьте со мной, ребята. Я буду с вами. Подписку на канал, лайк поставил, комментарий написал. Молодец. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok